Всем привет, с вами Артем. Вы смотрите еженедельную подборку Jailbreak твиков из CD. Одно из расширений, появившихся на прошлой неделе, называется Android Lock. Как понятно из названия, оно изменяет экран блокировки и делает его в стиле операционной системы Android. Дополнение AppBox завелось отдельной версией для iOS 9. Напомню, что данный твик позволяет запускать несколько приложений с заблокированного экрана. К сожалению, данный твик конфликтует с предыдущим, так что придется сделать выбор, что вам необходимо больше запускать программы, либо иметь другой внешний вид Lock Screen. В параметрах, кроме самих приложений, которые будут запускаться с заблокированного экрана, вы сможете задать большое количество графических параметров. Можно менять размер иконок, их форму, расположение, прозрачность и другие визуальные эффекты. Для того, чтобы попасть на страницу с иконками, необходимо пролистнуть влево заблокированный экран. Также на прошлой неделе обновилось довольно популярное джейлбрейк расширение Sprintomize 3. Авторы не стали выпускать четвертую версию твика, а адаптировали предыдущую под iOS 9. В расширении не появилось никаких новых фишек и опций, это все тот же старый, любимый многими Sprintomize, однако я рекомендую использовать джейлбрейк расширение Hide.meX. Твик менее удобен в настройке, так как требует Respring после изменения любой настройки, в отличие от Sprintomize, однако вы получите более стабильную систему. Следующее расширение в сегодняшнем обзоре добавляет функционал 3D Touch для стандартных папок на рабочем столе. Задержав палец на иконке, вы сможете вызвать первые четыре приложения из папки. Следующее небольшое дополнение предназначено для тех пользователей, которые часто пользуются стандартным будильником. Когда вы вызываете часы из контрольной панели, то они открываются на таймере. После установки твика будут открываться на разделе с будильником. Следующий твик предназначен для изменения текста предиктивного ввода. Это те слова, которые отображаются поверх клавиатуры, подсказывающие вам ввод следующего слова. И еще одно чисто визуальное расширение позволяет изменять цвет переключателей, а точнее подложку под ними во включенном режиме. Вслед за расширением Eclipse для добавления темной темы оформления, которая обновилась на предыдущей неделе, обновился и TwickNight Mode. Оба расширения примерно схожи по функционалу и имеют одни и те же опции. Если вы хотите установить темную тему интерфейса на вашем iPhone, iPod Touch или iPad и не можете выбрать между этими двумя твиками, я рекомендую вам установить каждый из них по очереди и попробовать запустить все используемые вами приложения. Каждый из твиков имеет свои недостатки и недоработки, которые проявляются в отдельных приложениях. Следующее довольно интересное расширение позволяет отображать индикатор подключения гарнитуры в статус баре устройства. Твик не имеет каких-либо опций или настроек и будет просто информировать вас о том, подключена гарнитура к вашему i-девайсу или нет. И еще одно аналогичное расширение будет выводить индикатор уровня громкости в статус баре. Оно имеет два положения, когда громкость устройства выключена и когда включена. Следующее небольшое расширение предназначено для фонового воспроизведения аудио абсолютно в любом приложении, будь то плеер или игра. Музыка будет воспроизводиться, пока вы не завершите программу из панели многозадачности. Графический твик Notification Cards обновился и теперь поддерживает работу на всех устройствах, в том числе и на iPad. С его помощью вы сможете изменить внешний вид баннеров в центре уведомлений и на заблокированном экране. В параметрах вы увидите два раздела с большим количеством настроек. Также есть возможность предварительного просмотра, чтобы увидеть, как будут выглядеть уведомления после внесения параметров. Как видите, можно изменять внешний вид баннеров отдельно для локскрин и отдельно для центра уведомлений. Для вступления в силу изменений потребуется сделать респринг устройства. Небольшое расширение Офелия позволит скрыть ярлык приложения с баннера уведомления. Отличное расширение. Для изменения функционала стандартного будильника под названием Safe Alarm 2 обзавелось Lite-версией. Дополнение распространяется бесплатно, однако имеет меньшее количество параметров и настроек, чем платный аналог. Tweak Search Widget 2015 – это пакет из поисковых виджетов, которые будут устанавливаться при помощи расширения iWidgets. Поисковая строка будет выглядеть как в операционной системе Android, ее можно расположить в любом месте рабочего стола. Дополнение Redog позволит добавить несколько приложений в нижнюю док-панель. Для доступа к ним необходимо будет сделать боковой свайп по ней. А следующий твик я рекомендую для установки всем владельцам старых устройств на последних версиях прошивки. С его помощью вы сможете отключить большое количество ненужных графических эффектов и устройство станет работать немного быстрее. На этом все на сегодня. Как всегда, не забывайте делиться вашим мнением и лайками под видео, добавлять ролики в избранное, а также подписываться на канал. С вами был Артем, пока!